Здравствуйте, это программа тема дня в студии Дмитрий Нечаев и сегодня гость нашей программы Олег Саниславович Лебедев, только что избранный депутатом законодательного собрания. Он и раньше представлял наш регион в плане в комитете по экономической политике, предпринимательству, в общем все, что связано с экономикой. Ну вот сейчас мы подводим первые итоги огромной такой мощнейшей кампании избирательной, это была трехуровневая кампания, мы выбирали депутатов Госдумы, депутатов законодательного собрания и губернатора региона. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям, что это были за выборы, кого мы выбирали, кого выбрали в итоге и каковы результаты этой кампании. Действительно, главный, наверное, выбор это федеральная кампания по выборам депутатов Государственной Думы. У нас два человека избирались по одномандатным округам и также избирался партийный список. Вы знаете, что результаты тоже уже известны, может быть даже сразу хочу сказать. Ну, вы знаете, что наибольший, конечно, результат показал такой политический тяжеловес. Естественно, нас все его хорошо знают, это Васильев Владимир Абдуалиевич, который набрал 95 565 избирателей, за него проголосовало 42,14 процента. Он по нашему Заволжскому району избирался вместе с нами. И уверенную победу для первого раза одержала Саранова Юлия Владимировна по 179 избирательному округу. Она набрала 62 870 голосов и почти 31 процента это составило. Я считаю, что тоже очень такая... По партийным спискам, где шла такая наибольшая борьба, потому что мы знаем, что 14 партий, то есть очень конкурентная кампания была, очень жесткая такая, где и однофамильцы выступали, и новые технологии применялись. Да, партийный список набрал по предварительным данным, потому что окончательные результаты будут подведены у нас в пятницу, но мы показали неплохой результат, 35,5, чуть поменьше процентов у нас набрала партия Единая Россия. Да, действительно, высокий результат показали представители КПРФ, 23 процента, и действительно ряд старых партий прошли в Государственную Думу на нашей территории. Это Справедливая Россия, ЛДПР, ну и также высокий результат показали ряд таких партий, как Новые Люди, партия Пенсионеров, Родина, Коммунисты России, Яблоко. Ну и, наверное, отметил бы еще партия Свобода и Справедливости, и, вы знаете, партия Роста. Алексей Саниславович, этого мы еще коснемся нашим телезрителям и вашим избирателям, это растолкуем еще поподробнее. Я думаю, что мы вообще не раз еще к теме итогов выборов будем подходить, а сейчас я бы хотел немножко о вас поговорить, о вашей кампании. Давайте все-таки мы скажем, что дальше вторая кампания, это были выборы губернатора Тверской области, где уверенную победу одержал наш действующий губернатор. В первом туре? Да, в первом туре. В общем-то, он и вел нашу команду вперед. Честно говоря, он сам, мы старались сделать все, чтобы Игорь Михайлович как меньше отвлекался на избирательную кампанию, а вел свою необходимую текущую работу в это время. Он одержал в первом туре убедительную победу. Ну и также прошли выборы в законодательное собрание. Это 20 одномандатных округов и 20 мандатов распределяются по партийным спискам. Ну везде Единая Россия представляет. Ну нельзя так сказать, что везде, но все 20 округов, да, победу там где-то более уверенную, где-то менее, но одержали мои коллеги по нашему партийному списку, по нашей команде. Теперь о вас. Олег Станиславович, вы провели такую уверенную избирательную кампанию и традиционно показали самый высокий результат по городу Твери среди шести избирательных округов. Вы с большим отрывом на первом месте. Я вас поздравляю с этим. Мы вместе работали. Да, верно. И хочу сказать, что это все произошло, несмотря на то, что ваши и конкуренты, и недоброжелатели часто использовали нелегальные технологии, зачастую распространяли недостоверную, очерняющую вас информацию. Ну, печально, но вот мы сейчас уже, какие уже выборы проходят, но, к сожалению, не можем изжить вот этого явления. Как вы можете это прокомментировать? Почему это до сих пор происходит? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что, наверное, я показал этот результат, и благодаря работе всей нашей команды, и хотел бы тоже отметить, мне было проще, потому что во главе команды стоял наш губернатор, нами было многое сделано. Конечно, рядом был наш старший товарищ Владимир Абдувалиевич Васильев, у которого мы много учимся. Ну, и хочу сказать, что у нас очень, если говорить про Заворский район, в целом очень мощная такая команда. На соседнем округе избирался Старцев Александр Львович, очень такой известный врач. Да, рядом шел по партийному списку Козлов Сергей Евгеньевич, его больше знают, да, как, конечно, главврачи областной больницы, но сегодня это министр нашего здравоохранения, и мы видим уже те положительные результаты с его приходом к управлению министерством, которые есть. Там же его команда Наталья Павлюк, Сергей Мамонов, очень серьезно вообще, надо сказать, врачи показали себя, они, видимо, за время пандемии уже сплотились очень серьезно, поэтому огромное спасибо и нашему перинатальному центру, хочется сказать, и детской областной больнице, и семерке взрослой, и детским поликлиникам, и женским консультациям, потому что они действительно понимали, что без поддержки федерального центра, без вот такой слаженной работы во главе с президентом Российской Федерации, конечно, наш регион вот эту пандемию прошел наиболее удачно, мы бы не справились. Ну, а на моем округе, конечно, вас хочу поблагодарить, вы были лидером нашего партийного списка вместе со мной, вот, это Юрий Ануфриев, конечно, Илья Александрович Холодов, очень много, по сути говоря, руководил нашим штабом во многом. Вот, много ребят работали очень, скажем так, эффективно, старались нам везде подсказать, помочь, объяснить нашу позицию. Ну, и, конечно, мне было проще, потому что меня все-таки многие знают, как, наверное, дважды избранного главу города Твери, и все равно как-то вот люди ко мне обращаются. Ну, безусловно, один из самых популярных в регионе политиков. Ну, и, естественно, конкуренты и оппоненты понимали, что, во-первых, уже два срока в законодательном собрании я занимаюсь самыми острыми проблемами, которые касаются вот такого нелегального предпринимательства, а это связано с наркомафией, давайте говорить, потому что все эти курительные салоны, кальянные, к сожалению, это те места, которые вот, где молодежь нашу подсаживают сначала на курительные смеси, на спайсы, на кальяны, на сигареты, а потом на тяжелые наркотики. Рядом параллельно, поскольку мы приняли федеральный закон не без труда, что сейчас алкоголь запрещено в них продавать, то, соответственно, они пристраиваются рядом к ночным вот этим наливайкам, там, где алкоголь в ночное время, мы приняли закон, вы знаете, с 10 до 10 нельзя ночью торговать алкоголем. Но, к сожалению, мы закрываем эти точки, они опять открываются, идут непрерывные конфликты. Конечно, какие-то из этих точек уже сегодня, могу откровенно сказать, подкрышевывают и наши коллеги из правоохранительных органов. Но, в основном, конечно, это серьезная криминальная среда. Есть национальные преступные группировки, которые зарабатывают там огромные деньги. И на контрафактном алкоголе, на сигаретах контрафактных, на спайсах, смесях. Но вы тоже не только член партии «Единая Россия», мы с вами в общероссийском народном фронте работаем. Да, принимали участие в рейдах. Вы шли с какой-то программой в законодательное собрание. Будучи председателем комитета, вы видите эти проблемы. Как-то есть в будущем надежда, что будет этот вопрос урегулировать? Во-первых, у нас действительно сформирована народная программа, очень серьезная и очень большая. Там, вы знаете, входит и приведение в порядок дворовых территорий в ближайшее время. Приведение в порядок межквартальных проездов, таких небольших, скажем так, внутридворовых проездов. Уже таких небольших дорог и в частном секторе. Это все очень важно. Конечно, это работа управляющих компаний. Проблема ЖК. Но мне, конечно, ближе, как к председателю комитета по экономике, это вот как раз подготовка законов, связанных с тем, что мы сегодня пришли в такой момент, когда надо жестко регламентировать работу бизнеса, который находится в жилых домах. Такие конфликты существуют. Наиболее острые они, конечно, с этими наливайками, псевдорюмочными, где по ночам и мордобой идет, и что только не творится. С этими кальянами, где по ночам тоже они к утру только некоторые закрываются, шумят, гудят и так далее. И, конечно, нам надо законодательством уже это все регламентировать. Почему? Потому что даже там, где работают порой магазины, например, где-то работает вентиляция, шумит, где-то кондиционеры, где-то разгрузка ночное-вечернее время, где-то тараканы бегают. Кто-то не могут разделить воду и оплату за тепловую энергию и электрическую энергию. Проблем накопилось. Вот это вот такой блок законодательства. Это, конечно, если не города Твери касаться, это торговля в отдаленных муниципальных образованиях, где люди порой уезжают, потому что нет ни магазинов, ни бытовых услуг, прачечных, ремонта обуви, часов и так далее. Это все важно. У каждой из нас отвечает за вот такой блок в программе. И я надеюсь, мне удастся отработать до конца те законопроекты, которые у нас были на работе. Дай бог. Олег Саниславович, я хотел бы вернуться к теме выборов, а точнее к теме явки. Глава Центра сберкома Элла Панфилова назвала эту компанию самой сложной. Вот как вы думаете, что она вкладывала в это понятие и согласна ли вы с тем, что действительно была сложнейшая компания? А вы знаете, компания была сложнейшая, действительно, потому что, во-первых, вот эта грязь всякая, она не добавляет, скажем так, желания людей в этом участвовать. Это первое. Второе, вы знаете, наверное, обратили внимание, вот я у себя на нашем округе, мы с вами не раз обсуждали, что специально некоторыми такими нехорошими людьми, особенно из-за пределов нашей Родины, людям вдалбливали, что от них ничего не зависит, не надо ходить на избирательные участки, без вас там все решат, там накидают, смухлюют, от вас все равно ничего не зависит. Но мы с вами убедились, да, вот у нас в Заволжском районе практически ни одной жалобы нет. Ну, такой, говорит, ну, какие-то там есть мелкие эти претензии, которые, ну, кроме улыбки там не вызывают ничего. То есть, они никак не могли не повлиять на результаты. У нас стояли КАИБы везде, практически, самое большое количество КАИБов. Их ничего туда в КАИБ не набросаешь, везде камеры были, поэтому, в общем-то, никаких претензий не было. Везде сидели наблюдатели, даже из Тулы приехали, вы знаете, автобусы привезли наблюдателей, но и они ничего не смогли. Я сам почти сутки просидел в качестве наблюдателя. При подсчете, да, голосов. Поэтому, вот, конечно, и людям начинали вдалбливать, что, ой, не ходите, все без вас там сделается, это грязное дело. И, конечно, это абсолютно неправильно, и кто это тоже, согласитесь, определенным образом на явку влияет. Но, если говорить, то, сравнивая нашу явку в целом по Центральному федеральному округу, она достаточно высокая. Поэтому я благодарен нашим горожанам. Конечно, она везде разнится. Сложнее всегда выбранные кампании это в Твери, в крупных городах. На небольших территориях, в сельских поселениях, в поселках люди на выборы идут, как на праздник часто, более активно там участвуют. Поэтому, в целом, я считаю, что кампания прошла с неплохой явкой. Мы уже говорили о том, что губернатор одержал победу в первом туре. Кто был его основным конкурентом? Насколько тяжело и у него была кампания проходила, вы, наверное, знаете? Ну, вы знаете, я так скажу, я уже говорил, что Игорь Михайлович, он, в общем-то, таким самопиаром не занимался, если вы заметили. Потому что много проблем, задач, поставленных президентом перед нашей областью. Вы видели, сколько федеральных чиновников сюда приезжало разного уровня. Что, действительно, наша область развивается очень динамично. И наша задача была, чтобы Игорь Михайлович, конечно, по минимуму отвлекался на эту избирательную кампанию. Ну, часто в его поездках, наверное, мы заметили, участвовала Юлия Владимировна Саранова, как такой, знакомилась с регионами. Потому что ее больше в городе Твери, конечно, знали как волонтера, в районах поменьше. Вот. Ну, я считаю его победу уверенной. Более того, ну, давайте говорить откровенно, он боролся не с каким-то конкурентом, да, а вот с этими протестными настроениями. Действительно, мы все прекрасно понимаем. И об этом президент открыто говорит, и Игорь Михайлович, что много нерешенных еще проблем в нашей области. Что люди живут тяжело, ударил и пандемия, и кризис, и вот это экономическое давление на Россию. Все это сказывается. Рост цен мы тоже же видели, да. Где-то это сезонные колебания, где-то какие-то спекулятивные моменты кто-то пытается нажиться. Поэтому, ну, каких-то, я бы сказал, серьезных программ наши конкуренты ничего предложить не могли. Кроме, ну, раскачивания лодки, протеста. Вы обратите внимание, что все наши оппоненты, в общем-то, встроили компанию на одном. Это давать несбыточные обещания. Ну, что там откровенно говорить. Обещать всем все, что только можно, не говоря, откуда эти денежные средства брать, что делать. Вот я в дебаторах даже участвовал, и на низовом уровне, и в разном. И, в общем-то, коллеги говорят, мы там готовы вводить прогрессивную шкалу, чтобы богатые больше платили. Ну, погодите, хочется сказать, коллеги, мы уже это делаем, правильно? Вы знаете, что сегодня люди, которые имеют доход больше 5 миллионов, уже платят 15%. Что у нас сегодня, по сути говоря, мы потихонечку вводим налоги на роскошь. Те, кто обладает дорогими автомобилями, катерами, яхтами и так далее. Они уже другое, да, от лошадиных сил, от мощности двигателя и так далее. Поэтому все это делается, и, конечно, здесь еще раз я говорю, всегда легче раскачивать вот этот протест, спекулировать, обещать людям, огульно обвинять, поливать грязью. Понятно, вот как на меня проливаются все эти жулики, воры и негодяи, которые на наших детях зарабатывают эти деньги. И криминальный клан Николаевых, уж не буду говорить, отец с сыном, которые перекидали кучу банков и так далее. И зарабатывают сегодня деньги на таких вот кальянных, рюмочных, на муниципальном имуществе и так далее. Но я не хотел бы это. Хорошо, Алексей Александрович, возвращаясь к результатам. Мы знаем, что довольно большой результат, несмотря ни на что показалось, от коммунистической партии. Вы считаете, что они, как говорится, сыграли на вот этих протестных настроениях? Ну, они откровенно, во-первых, играли на этих протестных настроениях. Вы возьмите те газеты, которыми они засыпали город. Дальше заклеили весь город плакатами. Ну, понимаете, мы же не могли так себе позволить, там, заклеивать фасады домов, столбы, подъезды и так далее. Нарушения, да. Потому что это все же нужно убирать, это дальше. Мы не выставляли никаких двойников, однофамильцев. Ну, зачем это делать? Мы ведем свою компанию честно там. Ну, и, наверное, давайте скажем, ведь на них сыграла и поддержка из-за границы, да. Что там говорить? Умное голосование такое? Ну, безусловно, конечно. Мы же понимаем, что... И никто от них, обратите внимание, никто из них от этой поддержки не отказался. Ведь так, Дмитрий? А я это когда-то очень хорошо наблюдал, когда был, избирался главой города в 2007 году. Вы помните, когда у нас горком партии поддерживал-то меня, главу города, поскольку город шел на первом месте по темпам социально-экономического развития. Город шел вперед и, по сути, потом был отброшен на 5-7 лет назад в своем развитии. Так тогда обком партии, взяв деньги у олигархов, носил у меня гробы вокруг памятника Ленина. Помните, да? Вы прекрасно это выгнал, разогнал горком партии во главе с Калининым, Улитиным. Рогозина выгнали из партии там и так далее. Фомина довели до смерти практически. У нас был такой капитан первого ранга, депутат. Вот вам и пример. А ведь кричать, раскачивать лодку всегда гораздо легче, чем заниматься сложной, кропотливой работой. А потом мы же всегда знаем, что если ты что-то делаешь, а тебе еще подножки ставят, пытаются подтолкнуть в спину тебя, конечно, кто-то и ошибается, и какие-то вещи не всегда у нас идеально проходят. Ну и у нас, конечно, тоже есть разные люди. Ведь партия «Единая Россия» это что? Это такой же срез общества. И у нас есть люди, вызывающие у нас отдельные вопросы и недоверие. Давайте так говорить. И мы с вами это прекрасно знаем. Я бы лично от этих людей тоже избавлялся более активно. Александр Ильич, помимо известных партий, которые мы уже с вами назвали, здесь и «Единая Россия», и «КПРФ», «Справедливая Россия», «ЛДПР», впервые пятое место получила партия «Новые люди». Также федеральное собрание пополнился еще несколькими, вернее, этой партией пополнился еще хорошо, неплохо выступили. Партия «Роста», мы знаем, партия «Родина», кстати говоря, партия «Пенсионеры за справедливость». А вот в нашем законодательном собрании будет бесперемен, список партий будет прежний. Нет, у нас в законодательном собрании, ну у нас два момента, давайте так. Если говорить про федеральные выборы в Государственную Думу, оказались новые люди. Новые люди, да. Да, я следил за их компанией. Мне, например, у них очень интересная женщина, да, возглавляла, была одним из лидеров списка. Она, бывший глава тоже местного самоуправления, одного из городов, вот. И, в общем-то, такая программа достаточно аргументированная по поводу распределения налогов, да, на разных уровнях, по поводу защиты прав органов местного самоуправления. То есть, безусловно, она такой человек. Набрали ярких людей, компанию профинансировали, ну вот, дали возможность им попасть в Государственную Думу. Это дало им возможность. Ну, посмотрим, как они себя поведут. Партия пенсионеров, ну, она такая традиционная уже такая партия. Партия роста, да, вот в Бежицком районе, я знаю, там у нас есть депутат районный, да, он предприниматель. Много голосов они набрали. Ну, Родина, мы следили тоже, да, вот за этой ситуацией с компанией Родина. Там тоже они различные технологии применяли такие яркие, непростые. Ну, чуть-чуть не дотянули они до представительства областного парламента. Ну, они же сами, сами совершили, мне кажется, стратегическую ошибку. Какую? Потому что ваш коллега Гончарова снялась с выборов. Ну, она же не случайно не донесла какие-то документы. Это был ее осознанный выбор. Вот они и, видимо, значит, какая-то аргументация, я не знаю, подействовала, я не хочу там говорить. Но были близки, да, к прохождению. Вы знаете, в Государственной Думе там окажется, насколько я знаю, представители партии роста, да, там в Питере. И новые люди партии роста. Нет, ну эти одномандатные. Они за счет не партийного списка, а за счет взятия мандатов по отдельным избирательным округам. Но компания в Госдуму еще до конца не подведена. Я имею в виду не у нас в области, а на территории Российской Федерации. Я очень рассчитываю, что у нас, спасибо коллегам, появится третий депутатский мандат от партии «Единая Россия». У нас будет три депутата Государственной Думы, а это их депутатские фонды, это возможность еще больше на территории, территории участвовать в различных программах. Это еще больше их помощников, советников. Это хорошая, очень замечательная возможность, о чем говорил и Игорь Михайлович Рудень, и Владимир Васильев. Конечно, это все усилит нашу команду. Часть коллег уйдет в Совет Федерации, безусловно. Двух мы знаем, представители, это Васильев и Саранов, а третьим, кто станет депутатом Государственной Думы. Я сейчас не буду, мне, конечно, известно, но я бы, да, пока до объявления официальных результатов окончательно, я надеюсь, что третий мандат у нас будет, судя по тем результатам, которые мы показали в нашей области. Ну, а все-таки в законодательном собрании кем пополнится список представителей партий? Ну, я уже говорил, что у нас, окажется, новые люди, они не смогли документы сдать, а вот партия пенсионеров, да, у нас Гришин, он уже был депутатом когда-то от КПРФ, потом, я насколько знаю, он был от Справедливой России, сейчас вот он от партии Пенсионеров. Политик достаточно опытный, уже дважды избиравшийся, я его когда-то обыграл, в общем-то, он мне проиграл, но тогда я первый раз избирался. А в целом, если говорить о балансе, вот раньше у нас всегда была... А у партии Единая Россия у нас остается, как говорится, конституционное большинство, у нас две трети мандатов, то есть, насколько я понимаю, у нас 20 одномандатников и 9 мест, да, 9 мест будет 9 мандатов. Если говорить по распределению других мандатов, то, насколько я понимаю, у нас 5 мандатов получают представители партии КПРФ, получат... Три ЛДПР, два Справедливые... Два Справедливые, партия Пенсионеров. Вообще скажу, что выборы очень конкурентные были в Тверской области. Вот посмотрите, на 40 депутатских мандатов претендовало 579 кандидатов. Это очень серьезная конкурентная борьба была в законодательное собрание. И, конечно, я хотел бы обратить внимание на те территории, которые показали очень высокий результат. Это, конечно, Старицкий район, Оленинский традиционно район, Лихославльский район, Осташковский избирательный округ, там несколько территорий таких мощно выступили. Нелидово неплохо выступили, Бежицк, который, в общем-то, оттуда у нас представитель КПРФ Воробьева, ее вотчина, очень неплохо выступили. То есть, у нас много территорий, которые действительно отработали. Ну, конечно, если говорить о Старицком избирательном округе, конечно, там такие тяжеловесы, как Сергей Анатольевич Голубев. Председатель ЗАГС Собрания. Да, Константин Антонов. Это люди, которые очень много работают на этой территории через программы местных инициатив, через другие программы всеобластные. Конечно, это такие серьезные люди. Поэтому у нас много таких Петрушенко, Станислав, по сути говоря, и сам избрался, и дал возможность, ну, давайте говорить, Аксенову избираться. Несколько депутатов городской думы сейчас уходят на работу в областной парламент. Да, да, коллеги действительно, мы работали как единая команда, и Клиновский, и Секержитский, и Гуменюк, и Максим Сульман. Действительно, ну, я говорил, конечно, мне ближе всего мой коллега Старцев, всех их хочу поздравить с уверенной победой. Работа была проделана большая. Да, наверное, конкуренция на том берегу реки была более жесткая такая, более острая в каких-то вопросах. Вот, к сожалению, некоторые все-таки перепутали и проголосовали, звонили мне и говорили, Олег Станиславович, мы за вас проголосовали. Я им говорил, как вы можете за меня проголосовать, когда вы избираетесь в московском, центральном или пролетарском районе. То ли люди путались, конечно, фотографии у нас очень похожи. Технология дала свой результат. Двойники, мы сейчас говорим. Конечно, Олег Александрович Лебедев отобрал часть. У нас сейчас вообще будет уже в законодательном собрании будет три Лебедевых, из них два Олега. Один еще в Удомле избрался, мой коллега. И вот Олег Александрович Лебедев от КПРФ, я думаю, что он тоже изберется в Государственную Думу, потому что КПРФ по всей стране прибавило значительно. Может быть, у нас в Тверской области не так много, как в других территориях, где они даже победы одержали, вы знаете. Но и у нас в городе есть округа, где представители КПРФ победили. Это лишний раз доказывает, что выборы были абсолютно открытыми, честными, конкурентными. И об этом говорил президент наш Владимир Владимирович Путин. Об этом говорил Вячеслав Викторович Володин, когда был на форуме. Об этом постоянно акцентировали наше внимание и Владимир Васильев. И, конечно, Игорь Михайлович Руденя говорил, коллеги, самое главное, чтобы у нас выборы прошли уважительно, чтобы никаких таких вбросов и так далее. У нас не было, слава богу, этого электронного голосования. Я считаю, что мы еще не готовы к нему по опыту. Поэтому у нас мы всегда, я бы говорил, если на кого-то оказывают давление, обращайтесь к нам. Сами мы с вами провели массу встреч во дворах, на территориях, в коллективах. И никого нигде не заставляли, а только обращались, просили людей принять активное участие на выборах. Ну, Александр Александрович, наши программы «Выборы» уже подошли к концу, наша программа подходит. Буквально тезис на пару предложений. Какие уроки можно извлечь из этой кампании? Мы видим, что партии какие-то укрепились, какие-то вообще в небытие ушли, какие-то новые появились. Вот какие выводы можно сделать? Мы должны сделать самый, на мой взгляд, серьезный урок. Самый серьезный. Вообще, нам такой звоночек прозвенел, я бы сказал. Может быть, не в Тверской области, но мы видим те события, которые в Москве, в Санкт-Петербурге происходят. Мы видим ряд территорий, где уверенно победили КПРФ. А мы понимаем, что это не их программа, это протестное голосование с помощью умного или безумного голосования. Это технологии включаются. Да, это технологии, это раскачивание протеста, это спекуляция на этом, безусловно. Поэтому мы должны об этом очень серьезно задуматься. Нам нужно проделать очень серьезную работу в ближайшие пять лет, выполнить те наказы и обещания, как нам президент сказал, если мы взяли обещания, мы обязательно должны их выполнить. Я вообще всегда, вы знаете, работая со мной много лет, как мы сначала с вами делаем, а потом говорим. Помните, я говорил, никогда ничего не обещайте. Сделаем. Вот как построили туалеты на карьерах, показали, условно говоря, провели субботники, показали. Построили спортивные детские площадки, показали. Построили школьный стадион, показали. Воркаутную площадку построим. Поэтому вот вы как сделали. Только с вашим приходом нам удалось построить приют для бездомных животных. И надеюсь, что вы пробьете с вашей энергией нашей поддержкой. И в Заволжье появятся и площадки для выгула собак. Да, это востребовано. Мы обязательно все это сделаем. Поэтому еще раз я главное хочу поблагодарить наших жителей, наших тверичан, жителей всей Тверской области, за их понимание, терпение. Я знаю, что многим из них действительно живется очень непросто. Действительно, в рядах и государственных, и муниципальных служащих, или, как иногда говорят, чиновников, я это слово не люблю, есть люди, которые не совсем соответствуют, давайте так скажем, своей должности. Работа над ошибками тоже здесь предстоит. Ну и, конечно, нам нужна вот ту программу, те обязательства, которые мы взяли. Прежде всего, губернатор и мы его команда. А область может идти вперед только когда мы будем все консолидировано работать. И наши коллеги в Государственной Думе, и в Совете Федерации, и в правительстве Тверской области, и в законодательном собрании, и на местах в муниципалитетах. Тем более, нам в следующем году предстоят очень непростые, конкурентные выборы в Тверскую и Городскую Думу. Компания в них уже стартовала, как говорят. Закончилась, на следующий день уже перелистывается страница. Тем более, многие из ваших коллег ушли на повышение. Это так. Ну что ж, а в этой программе мы подводили итоги только что прошедших выборов большой компании, трехуровневой. Это были первые итоги. Я думаю, что мы еще не раз будем возвращаться к этой теме. Я напомню, что в студии у нас был председатель комитета по экономике законодательного собрания, вновь избранный депутат законодательного собрания Олег Станиславович Лебедев, и я, ведущий программы Дмитрий Нечаев. До встречи в эфире. Всего доброго.